Как получить водительские права, при этом не учить билеты и правила дорожного движения? Без проблем. Находишь нужного человека, платишь и готово. Так было в 2021-м. Тирасполь, Мрео. Здесь и была целая коррупционная цепочка. На неделе суд поставил точку в громком коррупционном скандале больше 50 уголовных дел и больше 10 фигурантов. В среднем по 5 дел на каждого. Цифры преступной схемы, которую организовал бывший сотрудник Мрео. За взятки оформлял права. Это Александр Вноченко. Суд приговорил его к 11 годам строгого режима и штрафу в миллион рублей. В преступной схеме было 12 участников. Это работники автошкол, инспекторы Мрео Тирасполя, Ислободея и не только. Работники автошкол на месте подсказывали, к кому обратиться, чтобы не завалить экзамен или вовсе его не сдавать. Главным в деле был Александр Вноченко, бывший сотрудник Мрео ГАИ. Он принимал итоговые экзамены. За свои услуги брал от 150 до 800 долларов. По средникам процент, так сказать, благодарность за соучастие. Тот, кто давал Вноченко взятку, получал заранее правильные ответы, которые будут на экзамене. Так сдавали теорию. Практика тоже вроде была. Вноченко специально выбирал самые легкие маршруты. На ошибки не обращал внимания, ставил зачет. Еще Вноченко выдавал права водителям, которые не учились в автошколе и экзамены не сдавали. Расследование начали осенью 2021-го. В Управление собственной безопасности поступила оперативная информация, что некий гражданин за денежные разрешения должен получить водительское удостоверение. Как стало известно, в ходе проведения оперативно-назначных мероприятий мужчина не проходил обучения в автошколе, не сдавал теоретический и практический экзамен. На значительный день он должен был явиться в МРЛ, найти определенного сотрудника, передать ему конверт с деньгами, сфотографироваться, а после получить водительское удостоверение. Александр Вноченко лично получил больше 10 взяток. Были случаи, когда он специально заваливал экзамен, чтобы ученик приходил на пересдачу. Здесь есть момент. После трех неудачных попыток нужно заново учиться в автошколе и сдавать экзамены. Чтобы этого избежать, после второй неудачной попытки Вноченко предлагали деньги. Материалы дела только в отношении Вноченко заняли 6 томов. Лично ему инкриминировалось свыше 10 эпизодов получения взятки и служебного подлога. Потом Вноченко привлек в дело и свою супругу Лауру. Она тоже работала в МРЭО инспектором. Обязанности разделили. Она принимала теорию, а сам Вноченко – практику. А вот они на видео до того, как раскрыли их коррупционную схему. В сюжете МВД давали интервью, говорили, почему пришли работать в милицию. Люди все-таки, когда звонят в милицию, не просто так это делают, в связи с тем, что есть какие-то проблемы. Мне всегда говорили, Лаура, ты не сможешь всем помочь. Я говорю, ну я не хочу всем, я не стремлюсь всем, но хотя бы кому-то я постараюсь это сделать. Сейчас Лаура в бегах и розыски остальных фигурантов, в том числе и самого Вноченко, задержали, судили. Всего в ходе следствия доказали 50 фактов коррупции. На каждого завели в среднем по 5 уголовных дел. Возбуждено более 50 уголовных дел. Выявлены все цепочки посредников, участвовавших в передаче денежных средств должностным лицам. В отношении супруги Вноченко, скрывшейся от следствия еще на первоначальном этапе, материалы дела были выделены в отдельное производство и она объявлена в розыск. Водительские права за деньги. Чем это может обернуться на дороге? Моральная сторона вопроса. По факту от участившихся в транспортных происшествиях, когда очевидно из второстепенного направления улицы, на перекресток выезжает, не пропуская на главной дороге, машину, мотоцикл, пешехода, просто вылетает, потому что и аварии страшные, со смертельным исходом. Это о чем говорит? Что люди, которые за деньги давали документ на право вождения повышенным средствам опасности, это преступники очень высокого уровня. Это смертельная угроза на дороге в жизни нашей. Следствие длилось два с половиной года. Всем участникам коррупционной схемы, кроме супруги Вноченко, вынесли приговоры. Кому-то условные сроки, другим штрафы от 400 до 500 тысяч рублей. Суд над Александром Вноченко завершился на неделе. Вот приговор. 11 лет строгого режима и штраф миллион рублей. Также Вноченко не сможет занимать должности в госорганах несколько лет, когда выйдет из тюрьмы.